Мы продолжаем эфир и сейчас с нашим гостем обсудим тему из последней новости. У нас в гостях врач-терапевт Виктор Пашов. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. А вы сами вакцинированы и как относитесь к системе QR-кодов? Ну, я вакцинирован еще в самых первых рядах, 14 января 2020 года. Я вакцинировался сам, вакцинировал всю свою семью, включая дедушек, бабушек, тем, кто 75+, прошел практически год, никто не заболел, все себя чувствуют отлично. Бабушки, дедушки работали на огородах. За время прошедших праздников была ли возможность использовать QR-код, посещали ли какие-то заведения? Посещал, была возможность использовать, но я до, даже до этих праздников, еще мало того, что я был вакцинирован, я ревакцинировался. Перед ревакцинацией я сделал тест на антитела. Двумя разными тест-системами. Тест-системы были количественные. Вот тест-системы, ну, как бы, бывает двух видов. Тест-системы, это когда он, ну, эта система дает ответ на вопрос, есть антитела или нет, сколько не дает. То есть да или нет. Да, есть или нет. Для каких-то инфекций это достаточно. В принципе, если находят, допустим, антитела к ВИЧ, в принципе, больше дальше исследовать. То есть процентное соотношение тут уже не важно. Вообще все равно, сколько у вас там антител, значит, у вас есть антиген, вы заразились ВИЧ. Это первый момент. Но в случае с коронавирусом, все-таки важно, какое количество антител у вас есть. Я сделал количественный тест и двумя тест-системами разными. И у меня даже с собой не есть. Хотелось спросить, вы пришли к нам не с пустыми руками, не только с тестами, но еще и с самим тестом. Да, есть тест, который можно, чем он хорош, произвести самому. Я вот предлагаю вам это сделать. Я с огромным удовольствием готова сейчас вступить в этот эксперимент. Что мне нужно делать? И вообще нужно ли как-то к этому тесту готовиться? Нет, ничего не нужно делать. Этот тест именно качественный показывает, есть у вас антитела или нет. Это самый важный вопрос на самом-то деле. То есть, если у вас есть антитела, ну как бы вы более-менее защищены. И по крайней мере, какие-то тяжелые и средне-тяжелые или там летальные какие-то случаи уже практически исключены. Виктор, вскрывайте коробку, я готова. Да-да-да, час, 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 все будет. Сколько времени занимает процедура и можно ли сделать ее в домашних условиях? Да, именно в домашних условиях это можно и сделать. Это самый большой плюс. По большому счету, вот мы затрагивали вопрос по QR-коду по поводу авиатранспортного сообщения. Первое, что делают, когда реально борются с инфекцией какой-то там распространяющей, это ограничивают перемещение. И вот лишний поход даже в ту же поликлинику, это не всегда хорошо. В этом случае вам никуда ходить не надо. Этот тест можно купить и через интернет. Но важно, конечно, ну как бы производитель, по большому счету. Это этот производитель российский, который себя хорошо зарекомендовал. Где можно купить его в Красноярске? Прямо вот рекомендации нашим телезрителям. В сети аптек Витамет, это первое. Ну и будет еще сайт Тест-Экспресс. И там можно, он будет стоить 780 рублей где-то, еще какая-то доставка. Я думаю, что сейчас наши телезрители посмотрят прямой эфир, как я тут выступаю в роли подобного кролика. И разорвут аптеки и все интернет-ресурсы. Надо ваш пальчик какой-нибудь. Любой давайте. Какой вам не жалко. Ну на самом деле, вот чем это хорошо, что это автоматический скарификатор, вы даже ничего не почувствуете. Вот. Вы что-то, вам было сильно больно, нет? Ну я не скажу, что больно, но чувствую себя как будто я на процедуре в медицинском кабинете немножко так. Да, ну ничего такого страшного. Все. Я вижу, вы разволновались. Вы немножко боялись, потому что у вас крови там практически нет. Ну знаете, не каждый день, как незнакомый мужчина. Да, 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 да. О, все, все, все пошло. Процесс пошел. Ситуация разрешилась. Берем некоторое количество вашей крови. Здесь есть отметка на самом деле. Может быть, как бы это не видно. Да, я вижу. Но там это ничего страшного. Но вы не стесняйтесь уже так это поактивнее пальцами. Да, сейчас секундочку мы еще добавим, если чуть не так, для гарантии. Раз. Все, достаточно. Сколько времени нам потребуется, чтобы узнать? Давайте я буду немножко придерживать. На самом деле, уже через 5 минут должно быть все ясно. Но лучше, ну, 10-15 минут. Через 10 минут уже точно будет ясно. Что вы делаете? Буферный раствор. И капается еще 2 капельки. Все. Мы капнули. Процесс пошел. И на самом деле мы можем продолжить беседу. Вот видите, даже пошла как бы реакция. Мы сейчас, я предлагаю, уйти на короткую рекламу, вернемся. Как раз будет известен тест и продолжим нашу беседу. Да, и будет ясно, какая у вас ситуация с антителами. Хорошо, ждем рекламы. Мы продолжаем эфир. Моя кровь практически остановилась. Виктор, расскажите нам, пожалуйста, а для чего нужно это тестирование? Вот. Этот очень важный момент. Делать до вакцинации или после вакцинации этот тест. В идеале, конечно, сделать до и после. Но по большому счету, особенно важно этот тест сделать после вакцинации. Потому что вот до вакцинации я, допустим, сделал тест двумя тест-системами и получил какой-то определенный результат, количественный тест. У меня показал большое, ну как бы результат показал большое количество антител. Вот ходит миф, что если у вас там большое какое-то количество антител, люди, ну если вакцинироваться, что-то там с вами произойдет. На самом деле это вообще не так. Вот я могу, ну то есть, чтобы быть неголословным, у меня тест показал 493 единицы в БАО. Это много, это мало? Это очень много. Это максимальное количество 500, которое позволяет получить этот данный тест. Несмотря на это, я осознанно пошел, сделал ревакцинацию через неделю. Хвост, там что-то такое у меня не выросло. Я так понимаю, что не совсем много времени еще прошло. Нет, ну прошло уже две недели примерно, ну по крайней мере я, ну я на самом деле и как бы саму эту ревакцинацию не особо там почувствовал. А после прививки были какие-то у вас осложнения, температура, может быть какая-то ломота в теле? Легкая ломота была, больше ничего такого, даже температура не поднималась. Все прошло отлично. Поэтому очень важно не это. Сделать анализ до, вы можете ради просто своего любопытства. Есть антитела, нет антител. Но очень важно сделать как бы этот анализ после. Через какой промежуток времени? Через 21 день после последней прививки. Если вы сделали вакцинацию спутником ВИИ, значит после второй дозы через 21 день примерно. Можно раньше, ну там через 2 недели, ну лучше через 21 день и там сколько угодно дальше уже по большому счету. Давайте предположим, Иван Иванович сделал, вакцинировался, прошел 21 день, он сделал тест. И у него такие же шикарные высокие результаты, как и у вас. Что это значит для Ивана Ивановича? Иван Иванович может немножко расслабиться, по крайней мере психологически. Он защищен, по крайней мере от тяжелого течения заболеваний. Что бы там ни говорили, по большому счету, вот мы же медики, мы видим это лично. Вот я недавно своим одногруппником разговаривал, он работает в 20 больнице. Мне было просто интересно, много ли вы видите там вакцинированных вообще? Вот его ответ просто буквальная цитата. Мы их вообще не наблюдаем. То есть вакцинированных мы не видим. Может они говорят где-то есть, может они там где-то болеют, но вакцинированных мы здесь не видим. Но это наверное говорит о том, что Иван Иванович сможет заболеть, скорее всего, учитывая, что такая активная ситуация. Но переболеет он достаточно легко, чем, возможно, его сосед. Не совсем так. Потому что, во-первых, Иван Иванович, скорее всего, не заболеет. Вот у меня вся семья вакцинировалась, никто не заболел. Это же хорошо. И это же не просто слова. Это, ну вот когда говорят, эффективность вакцины 91-97% разные данные. Это говорит о том, что 97% вообще не заболеет. Вот наш глава Роспотребнадзора, ну там уже накоплен громадный опыт. На самом деле заболевают из вакцинированных 2, максимум 5%. И болеют они всегда легко. Это же хорошо. Но я хочу вернуться к чему? К самому начальному вопросу. Вы меня спросили, зачем это делать? Очень важно знать, потому что есть такой эффект, когда антитела от вакцинации могут не выработаться. То есть организм таким образом среагировал, что вроде бы прививку и поставил, но... Да, это же, это зависит сугубо от организма, с одной стороны. С другой стороны, это зависит от того, какие вы таблетки, допустим, принимали. Кто-то от головной боли, допустим, в этот момент много нестероидных противовоспалительных принимал. Вот у меня теща, допустим, она вакцинировалась. Но через какое-то время мы сделали ей тест, у нее не выработались антитела. Но в этот момент она проходила терапию по какому-то там заболеванию, прям курсом пропивала какие-то лекарственные... Какие-то витамины, возможно, омега-3. Да, лекарственные препараты. И вот эти лекарственные препараты помешали организму выработать протективный уровень антител. Как поступила ваша теща, учитывая, что у нее такое... Она продолжала самоизолироваться и спасла тем самым свое здоровье. Она выяснила, что у нее антител нет и вела себя осторожно. Через какое-то время она прошла ревакцинацию. И сейчас мы также вместе, я вот всем в своей семье сделал этот тест двумя тест-системами. У нее очень высокий титр антител. Я могу еще сказать на своем примере, чем отличается спутник ВИ от спутника ЛАЙФ. А вы, кстати... Спутником ВИ. Спутником ВИ. Это сама первая, которая маловалась. Да. На самом деле заблуждение у многих. Никто практически не понимает, что спутник ЛАЙФ это первая доза спутника ВИ. Это просто... Это все то же самое, что спутник ВИ, просто вот первая доза. Она немного доработанная. Нет, нет, она идентичная. Это то же самое. Так, подождите, а вирус продолжает мутировать. Как нам в этом плане поможет вакцина, которая разработана в 2020 году или в 2019? Все очень просто на самом-то деле. Вакцину создают... Вот спутник ВИ очень хорошо себе показал, по большому счету. Вот все тест-системы, которые были изобретены еще в начале 2020 года, они работают до сих пор. Они хорошо... Вот сейчас этот тест, который зарегистрирован был в мае 2020 года, он показывает, как... Ну вот этот альфа-штамп, дельта-штамп, все равно. Для вакцины выбираются тот участок генома и всего остального, который подвержен меньше... Меньше подвержен мутации сам по себе. Поэтому единственный момент. Если бы вирус вообще не мутировал, и остался бы этот уханьский штамп, и вот мне ревакцинироваться не понадобилось бы вообще. На два года моего уровня антител мне бы хватило с лихвой, да. Теперь приходится для того, чтобы не заболеть, ревакцинироваться в течение полугода. Ну это оправданно, на самом деле, никакого вреда здоровью, вот то, что там антиваксеры раздувают, что там ты вакцинировался, ты уничтожаешь свой иммунитет, это фейк. Это люди не понимают ничего в медицине. Иммунная система сталкивается с антигеном, с инфекцией каждый день. Вот мы поздоровались с вами, поговорили, я получил от вас там миллиарды... Не только информацию, но и мою кровь. Да, да, да. Мы, кстати, совсем скоро узнаем результаты теста. Я, кстати, вижу уже прям результаты, которые будут очень интересны. У меня дрожат розы, делитесь и рассказывайте. Я могу на самом деле показать, у вас очень хороший уровень антител, у вас четкая полоска антител, иммуноглобулины G. Тут этот тест еще показывает иммуноглобулины M. Они тоже очень важны. В каком моменте? Мы можем определить острый момент. Не всегда тест, который, ПЦР-тест, определяет сам антиген. И это не зависит от теста самого по себе. Но в этот момент, когда... Еще вот хочу что подчеркнуть. У нас немножко времени остается. У меня последний короткий вопрос. Виктор, предположим, завтра скупают все тесты во всех аптеках, делают, смотрят результат, но ничего не понимают. Куда обращаться, где читать информацию, чтобы разобрать результат? Что делать? Ну, на самом деле, там очень подробная инструкция. Инструкция есть. То есть жители города Красноярска справятся, и завтра информационного вакуума не будет? Да, однозначно, конечно. Будет все хорошо. Спасибо вам за беседу, спасибо вам за тест. Да, да. У вас антитела G прям в хорошем титре. Вы мне его оставите. Я предлагаю вам сфотографировать это. Это очень важно. Минут через 15. И можно будет... Спасибо вам большое.